Девушки отдыхают Велиджан Сагун Потрясающий перкуссионист Он будет мне немножко помогать Мы что-нибудь поиграем вместе Он также приехал Ну все наверное знают Тут не так много людей Что он приехал тоже в этом триус надишаной Также вы можете его поспрашивать Если хотите Если кому-то интересна перкуссия Вот Мы что-нибудь поиграем для вас И можете смело задавать любые вопросы А если вопросов не будет То я найду что вам рассказать обязательно Я думал сыграть какую-нибудь импровизацию Потом вспомнил что у нас есть готовая композиция Наверняка кто-то из вас ее слышал Это моя композиция Которая называется Сакунти Мы сейчас ее сыграем вдвое Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Продолжение следует... 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 Поэтому все склоняется только лишь к уровню, который у нас не особо сильный, скажем так. А я бы сказал, очень слабый в большинстве мест и случаев, к сожалению. Поэтому все только из-за этого здесь сложно взаимодействовать с человеком, который еле-еле говорит. Вот в чем дело. И вообще с ним сложно разговаривать, потому что, опять же, я всегда музыку сравниваю с языком. Чем ты свободнее разговариваешь на языке музыки, тем тебе легче находить общий язык с другими музыкантами, которые тоже хорошо им владеют этим языком музыки. Поэтому, конечно, те, кто только делает первые шаги или кто делает уже далеко не первые, но хромают все еще, с ними взаимодействие получается не очень, понятное дело. Потому что у них у самих еще очень много вопросов. Кто-то из них хочет их разрешить, а кто-то нет. Это уже другой вопрос. У них много вопросов у самих, как вообще выражать себя посредством музыки. Поэтому те музыканты, с которыми я... Почему я люблю играть с иностранными музыкантами? Потому что я нахожу там тех, кого не могу найти здесь. Как это неприскорбно звучит. Но это именно так. То есть, таких барабанщиков, перкуссионистов, гитаристов, как в Европе и в Америке, либо совсем единицы, либо их попросту нет в России. Пока, во всяком случае. Это тоже отдельная история. Почему? Я знаю ответы на этот вопрос. Просто потому, что мы опаздываем в этом смысле. И очень недавно у нас что-то начало появляться. И открылся доступ к информации, к общемировой. И все обусловлено только лишь тем, что у нас не было информации. Вот и все. Поэтому мало кто умеет играть в России. Я имею в виду современную музыку. Я не говорю, конечно, про классику. Потому что в классике есть очень серьезные многолетние традиции. Многовековые, я бы сказал. А, конечно, в современной музыке, а почти вся музыка, которую мы слушаем и любим, она пришла не из России, конечно же. То есть рок, джаз, блюз, вот эти направления, металлы. Но вообще все пришло не из России. Понятное дело. Поэтому происходит отставание. И раньше, как люди учились играть, я знаю, как учились джазовые музыканты играть 50 лет назад, когда было одно единственное радио, я не помню. Кто-то наверняка знает, как оно называется. Но оно было одно. И вещалось оно, по-моему... Да, по-моему, «Голос Америки». Верно. И вещалось оно, насколько я знаю, типа раз в неделю. Но даже если чаще, то не особо чаще. И этого явно недостаточно для того, чтобы понять, как играется джаз. А там это все зарождалось, и все постоянно друг с другом общались, играли, обменивались опытом. И поэтому все очень быстро у них прогрессировало в этом смысле. У нас же те единицы энтузиасты, энтузиасты, которые полюбили эту музыку, они слушали. И вот что успевали? Услышать. Потому что не было возможности тогда записать его больше. Ну, это радио, да? То есть нельзя было там на пленку. У кого-то, может быть, опять же, можно было. Но мне вот прям конкретно рассказывали дядечки, которым 50-55 лет, пианисты всякие, которые вот тогда начинали учиться играть джаз. Типа вот успел услышать, записал, хорошо, не успел, извините, пожалуйста, ждешь еще неделю. А за эту неделю там происходит очень много еще нового, и все прогрессирует. И сейчас, почему сложно тоже, очень много появляется новых стилей вообще в мире. В основном, конечно, в Америке появляется много. Да и в Европе уже тоже люди подтягиваются. Тот же Госпел Чопс, наверняка очень многие знают, новый жанр, который для нас новый. он зародился там. Потому что людям уже то, что для нас всегда было круто, то есть олдскул, типа, в хорошем смысле олдскул, типа Денис Чемберс, Дэйв Вейкл и там все вот эти барабанщики, Винни Калаюто, для них это все стало олдскулом, и они захотели пойти дальше, они развили такую целую вообще фишку, как Госпел Чопс, Госпел Драмминг, который вообще абсолютно очень сильно отличается от всего того, что игралось до этого. Очень по-другому звучит. И теперь в России появляются тоже, опять же, вообще единицы, которые хотят следовать вот этому стилю. И это касается всего. Поэтому всех новых жанров. Сейчас столько всего появляется, в Нью-Йорке очень много появляется, это вот самое такое, наверное, самое меккое вообще современной новой музыки. Настолько быстро это все прогрессирует, что еле, я, честно говоря, еле успеваю вообще поспевать за всем этим. И многие хорошие музыканты, у которых нет возможности каждый день общаться с такими людьми, которые как бы передовые вообще сейчас современной музыки. Поэтому хорошо, очень хорошо, конечно, что у нас появился интернет. Опять же, по поводу интернета, кому-то он идет на пользу, кому-то нет. В том смысле, что хорошо, конечно же, что почти все, что есть сейчас в мире, можно посмотреть в интернете, что касается новой музыки. И посмотреть очень много школ, очень много приемов, показывать много концертов, выложенные и так далее. Но многим это идет не на пользу в том смысле, что глаза разбегаются, и люди просто не знают, за что взяться. И вместо того, чтобы заниматься, просто сутками скроллят и серчат в интернете постоянно. И у них вообще крыша уже есть, потому что такое обилие информации, непонятно откуда чего взять. Все играют, и они просто тратят по 9-10 часов времени. Мне очень нравятся люди, которые дозированно это используют. И очень сильно я восхищаюсь людьми, кстати говоря, вроде Надишана, если кто-то не знает, чуть-чуть могу рассказать его историю. Он родился не в музыкальной семье, например, в отличие от меня. У него никого не было музыкантов. Жил он, то есть он был подростком в 90-е годы, в начале 90-х годов. И жил он вообще там в Красноярском крае, в какой-то мрачной деревне, в которой не то что информации не было, не было вообще ничего, не было ни денег, ни еды, ни инструментов. И первые его опыты, он мне рассказывал, ему попадались какие-то редкие записи. И он даже не знал, что это за инструмент, поскольку он выбрал для себя этнический жанр. Он послушал там африканскую музыку, ему попала кассета с африканской музыкой. Он говорит, я слышу инструмент, и можно определить только, разве что струнный он ли, или, скажем, ударный. Но что конкретно за инструмент, естественно, ты на кассете никак не прочтешь, не узнаешь. И он сам начинал мастерить какие-то инструменты и учиться на них играть. Вот так вот у него произошло. То есть на перкуссе он учился играть на кастрюлях, на горшках, на чем угодно, на любых подручных средствах. И вырос такого серьезного музыканта, я считаю, очень серьезного. Меня очень восхищает эта история его. И я знаю несколько подобных. Люди, несмотря ни на что, вопреки всему, даже когда никакой нет поддержки и ничего не сопутствует успеху, и вообще они все равно идут на правлом и добиваются серьезных результатов гораздо больше, чем люди, у которых все есть изначально. Кстати, по поводу москвичей, скажем, и приезжих в Москву, тоже могу сказать, что москвичи в большинстве своем очень мало я знаю москвичей, хороших музыкантов, коренных москвичей. Что касается именно музыки. Потому что у них все есть изначально. Вот я, кстати, москвич, но, наверное, я одно из небольших исключений, потому что, правда, я не знаю все серьезные музыканты, которых я люблю, которые российские. Федор Досумов, он из Ташкента, например, гитарист. Там суперпианист Леша Бейкер, он из Чайковского, кстати говоря. Вот ты знаешь. Пермский край. Ну, очень много, в общем. Просто я могу сейчас долго перечислять всех музыкантов, всех, кого я знаю, они все приехали, и всем нужно было пробиваться. Все прошли через общаги, через безденежье, и нужно было выживать. И это... Да, все почти. Они же. Но это другой вопрос уже совсем. Вот. И это мобилизует, наверное, силы человека. И он во что бы то ни стало добивается своего. И вот это просто статистика, это то, это мое наблюдение, как я замечаю. Вот поэтому, конечно, у нас условия не самые благоприятные, в принципе, для занятий музыкой в этой стране. И слава богу, что есть все-таки люди, которые этим интересуются, и стараются учиться играть, и появляются действительно. С каждым годом я вижу прогресс определенный. То есть то, сколько появилось за последние несколько лет молодых музыкантов, такого никогда не было в России, конечно. Но это, опять же, очень сильно зависит от того, что интернет у нас стал развит, я уверен. Ну и вообще общие культурные связи. То есть очень много концертов стало проходить в России, много иностранных музыкантов стало приезжать, и это все стало возможным. Общаться с ними. Ну, да, к сожалению. Вот. Вот такие люди, как Александр, работают над этим. Так что спасибо за концерт вчерашний, за организацию вчерашнего концерта. Да, пока такие люди есть, хочется еще играть. И будем играть. Вот. И еще раз, как бы заключая этот вопрос, только лишь поэтому мне нравится играть с иностранными музыкантами, потому что они просто, многие из них для меня лучше. И мне есть чему у них поучиться. Поэтому мне нравятся такие коллаборации. Таких профессионистов, как он, например, точно немного в России. Такого уровня. А он очень молодой. Ну, 24 года. То есть это восходящая звезда, я считаю. Вот. И, соответственно, и общение получается. Ну, и взаимодействие, то, о чем вы говорите. Потому что, опять же, нет, тоже я на многих мастер-классах своих говорю и не устану, наверное, это повторять по поводу репетиций, вот, по поводу сыгрывания и репетиций. Это тоже, как бы, касается взаимодействия. Все мои самые лучшие концерты, которые у меня были, конечно, они были в основном с иностранными музыкантами. Например, с Алексом Хатчинсом и с Дамином Шмидтом. Кто-то наверняка знает, многие знают, наверное, Алекса Хатчинса, если не все. Это супер-гитаристы из Англии, из Бристоля. И Дамин Шмидт, супер-брамачка из Франции. И перед каждым нашим концертом, особенно перед первым, я помню, у нас было, ну, буквально полторы репетиции. Полторы, потому что одна была два часа, а другая вообще час, наверное. Все. И мы сыграли целый концерт на два часа почти. А музыка очень сложная. Гораздо сложнее, чем та музыка, ради которой почему-то мне приходится приходить и две недели репетировать. Особенно, если я играю в поп-коллективах или какие-то вообще простые, где это мне лично абсолютно не нужно. Это пустое, для меня пустая трата времени. Лично для меня. Потому что я не считаю, что нужно на это много времени тратить. Если каждый... То есть на этих репетициях, которые мне не нужны, в основном мы занимаемся тем, я во всяком случае занимаюсь тем, что трачу время на выполнение домашней работы других людей, которые ее не выполнили дома. То есть просто разучивание текста. Кто-то не может в синькопа попасть, кто-то тупо не знает, что играть, не знает, какая часть дальше, начинает на репетиции снимать и так далее. А даже если и знают, то что-то не получается просто. Но это элементарно потому что либо не слушали, либо просто что-то в принципе не получается. Это уже их личный вопрос, который им самим нужно для себя закрывать. Потому что те, у кого все получается, они встречаются, быстро обговаривают форму, проходят максимум по одному разу все, и все становится понятно. И никто не играет импровизацией по 10 тысяч квадратов на репетиции. Это не нужно, потому что это будет на концерте происходить. Но на репетициях нет особо нужды этим заниматься. Потому что все уже понятно. Все знают, что играть. Все знают гармонию, квадраты. Все. Давайте оставим энергию для концерта. Поэтому я, например, не люблю в день концерта делать прогоны. Вот я ненавижу, потому что ты полностью выкладываешь все. И не остается уже запало и желание играть в концерт. Но это у меня так. Кто-то очень любит репетировать, если такие люди. Их, кстати, больше, чем таких, как я, мне кажется. Но я не люблю. Я люблю репетировать, когда в этом есть смысл. Когда его нет, я не люблю репетировать. Поэтому, опять же, это одна из причин, почему мне тоже нравится с такими сильными музыкантами играть. Потому что они все так же считают, так же, как и я. То есть мы очень солидарны друг с другом. Ну и, конечно, может быть, я бы и рад порепетировать с тем же Алексом Хачинсом, но это связано просто с тем, что он живет в другой стране, там, Браванчик в третий. И у нас... А я не настолько богат, чтобы приглашать их за неделю до концерта, ждать, пока они будут. Ну, как бы, и оплачивать отели и все прочее. Все связано с этим тоже, конечно. Вот. Поэтому могу немножко рассказать, если хотите. я недавно тут в Лос-Анджелес съездил, тоже, наверное, кто-то знает. Могу рассказать про свои впечатления. Да, но я не только на выставку поехал, я поехал в принципе посмотреть, как бы, на разведку, что там происходит. То есть, если бы я поехал на выставку, я бы слетал на пять дней и полетел бы обратно. А я полетел на шесть недель. Я ровно шесть недель там пробыл с середины января по началу марта. Вот. Что мне безумно понравилось? Конечно, это как раз то, чего мне не хватает даже в Москве очень сильно. Это огромное количество суперсерьезных музыкантов. И вот этой свежей струи музыкантов, которые креативные, которые создают постоянно что-то новое. То, чего, может быть, нет еще в интернете, но обязательно появится в скором времени. То есть, они все работают постоянно над чем-то новым. Какая-то новая музыка, но все очень свежее там. Никто не играет в Fusion в 80-х годов уже давно, кроме меня, пожалуй. Ну, то есть, людей, кто любит эту музыку. На самом деле, все, все движется очень быстро. И, конечно, хочется быть в этой струе, чтобы успевать за вот этими новыми тенденциями и веяниями. Что мне понравилось в Лос-Анджелесе, да, это огромное количество музыкантов, огромное количество концертов, которые каждый день проходят. когда ты не знаешь, куда пойти. У тебя есть вариант пойти в один клуб на Гарри Новака, барабанщика, в другой клуб на Брайана Блейда, в третьем играет Адриан Ферро, в четвертом играет Скотт Кинси со своей группой, клавишник Tribal Tech, в пятом играет Алан Холсфорд, допустим, а в шестом Скотт Хендерсон. И все это происходит в один день обязательно, и каждый почти день. Вот. А здесь это происходит, я полагаю, у вас типа раз в три года, наверное, что-то такое. Ну, такого как бы, ну, может быть, чаще, конечно. Но я знаю места, где это редко происходит, да, есть города. Ну, чтобы Скотт Хендерсон приехал, например. Он был здесь, например? Не был же? Ну, вот. Вообще. У нас было демиала, не так. Вот. Очень хорошо. Опять же, благодаря Саше. Нет, я не знаю. И белье было, да? Да. О, круто. Очень хорошо. Но, тем не менее, ну, вот это по пальцам пересчитайте, и все вы будете помнить до конца жизни, скорее всего. Ну, то есть, это реальное событие. В хорошем, ну, правильно, поймите, пожалуйста. Я в том смысле, что здесь это очень редко происходит, а там каждый день. Вот. Вот и вся разница. И, конечно, мне это просто, даже мне как бы искушенному, который живет в Москве, где довольно много происходит событий, то, что происходит в Москве, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Лос-Анджелесе. В смысле музыкальной жизни. Никакого сравнения. Это абсолютная деревня все равно. Там ты зашел в магазин какой-нибудь музыкальный проект, какой-нибудь больный? О, да. Вот у меня было такое. Да. Ну, не совсем прям случайно его именно я встретил. Мы тогда с Алексом Хатчинсом там тусовались как раз. И он мне сказал, что... А я жил рядом с этим в гитар-центре все эти шесть недель. Там была квартира. Вот. И он мне в тот день позвонил, сказал, что если хочешь, приходи в гитар-центр. Он знает, что мне пять минут идти пешком. Я сейчас с Гамбаля снимаю видео новое. Хочу тебя познакомить. Я говорю, ну да, конечно, приду. Я пришел. Что же мне не прийти? Вот. В тот же вечер я тусовался с Гатри Гоуном. Тоже через Алекса, потому что они большие друзья, они оба из Англии. То есть тогда был такой гитарный мощный день у меня. А ты не думал с ним концерт сделать? Или он дорогой парень? Не, он вообще не дорогой. Нет. Кстати. Можно сделать с ним концерт, да. Я... Мы в Дюнете. В Дюнете, конечно. Конечно, естественно. Держи еще. У Тиктони. Да, да. Конечно. Не, он очень классный, кстати. Хороший очень чувак. Очень приятный в общении. Фрэнк тоже очень приятный в общении. С Холсфордом я пообщался. Да, это... С Холсфордом я вообще бог. Я ходил два дня подряд на его концерты там. И... И даже прикурил ему сигарету лично. Много там ходить на какие-то концерты? На полуцарную? Да, очень много. 15 человек в среднем. Там 20. Серьезно? В наших помещениях. Да, да. При том, что... Ну, кстати говоря, по поводу помещений, это после российского размаха все-таки у нас очень большие клубы. Практически в каждом городе очень большие помещения по метражу. В Америке и в Европе практически все клубы очень маленькие. Все клубы... Бэккет Потейто, наверняка знаете, да? Кто-то знает. Это очень культовый клуб, фьюжн клуб в Лос-Анджелесе. Ну, максимум в полтора раза больше, чем вот это место. Максимум в полтора. А это Бэккет Потейто вообще. И там все выкладывают видео. И кажется... На видео он не кажется настолько маленьким, но он совсем крошечный. Там буквально 6 столиков, ну, 8, может быть, столиков. Вот так вот к вороту проходишь. И вообще... Ну, короче, если там, не дай бог, 40 человек, то все, там нечем дышать вообще. Вот. И после... А в России, наоборот, у нас огромные клубы, у нас всякие Арины Москова по 5 тысяч человек, у нас B2, B1, там везде очень много. Даже джазовые клубы у нас огромные. В смысле, если сравнить их с джазовыми клубами мира, со Смоусом в Нью-Йорке, вот с такими клубами, которые тоже подвальчики маленькие. В Европе тоже очень маленькие клубики. Все находятся в подвалах, все без окон, все вот такие вот. Вот. А у нас очень много места. Но играть, к сожалению, некому. Это другой момент тоже. Для Клэнфолсов, да и на таких артистах тоже не особо популярность такая дикая прямо, да? Не то, что дикая, ее просто нет. Но у вас в Смоус, ведь там ведь много людей ходят? Ну, потому что клуб маленький, создают впечатление, что много. Если бы он был большой, то было бы те же 40 человек, что это много. Это совсем немного. Это немного расстраивает. Меня лично это расстроило. Я имею в виду, вот такая посещаемость печальная в Америке. Когда я прилетел, я сразу, я поспал, помню, час после 13-часового перелета и пошел в клуб Blue Whale. Такой есть клуб в Лос-Анджелесе. Ставший моим любимым. Очень классный клуб. И он довольно большой для Лос-Анджелеса. Приличный. То есть там человек 120 помещается, наверное, 100 вот так. Вот. Был концерт Скотта Кинси как раз. На басу был Гарри Виллис. И на барабанах был Герго Барлай, если кто знает. Венгерский супербарабанщик. Сейчас новый. Вот 20 человек было. На Гарри Виллисе. Это была программа Гарри Виллиса. А Гарри Виллис для меня это один из кумиров всегда был. Вот такая посещаемость. Потом на Холсворда много было людей. Но это было связано только лишь с тем, что Холсворт играл в дни, когда проходил Нэм-шоу. А на Нэм-шоу, понятное дело, слетаются все со всего мира. Поэтому в каждом клубе было, да, человек по 200, по 250. То есть это просто реку. Больше я никогда такого количества людей не видел. Ни на одном концерте. А ходил я очень часто там. Вот. Это, конечно, удручает, ну, потому что, опять же, люди там присытились. Там это зарождалось, там это все было уже очень-очень давно. 40 лет назад уже люди в Южн играли. И сейчас, конечно, никто его не слушает, к сожалению. Я бы хотел, чтобы его слушали, но больше даже перспектив как бы привозить его сюда и собирать больше народу здесь. То есть в России, в Европе. Да и сами американские музыканты живут исключительно гастролями по Европе и по России. Ну, и по Азии. Вот, короче, по другому континенту. Потому что в Америке совершенно невозможно зарабатывать деньги, играя музыку, которую ты любишь. Там тоже самое все происходит. Опять же, я вам точно это говорю, я это знаю наверняка. Если кто-то вдруг не знал, вот знайте, что там также люди, музыканты работают, стремятся, мечтают попасть в пол коллектива. Так же, как и у нас. Только там, попса все-таки покачественнее, конечно, на мой взгляд. А принципиальный вопрос был, да? Атлепса отказался? Да, принципиальный был тогда. Я потом, кстати, пожалел. Но было поздно. Потом меня уже не брали. Да, я тогда гордого дал очень. Типа, я буду джаз играть и фьюжн. И вообще. У меня просто были планы, на самом деле, тогда еще, тогда уже, вернее, уехать в Америку, когда он мне предложил. Ну, ему первому, и он мне сказал, хочешь, пойдем? А я сказал, нет, не пойду. Ну, только теперь у Феди две квартиры, а у меня пока ни одной. И я никуда еще не уехал при этом. Так что, да, это была ошибка, кстати. Ну, ничего, зато я позанимался нормально. Ты все-таки есть какое-то сожаление прямо, да? Ну, нет, нет. Ну, нет такого сожаления, чтобы я плакал ночами, такого нет. Абсолютно. Все нормально. Еще, может быть, успею, а может быть и нет, никто не знает. Зато я все равно делаю то, что я люблю, самое главное. И никто мне сейчас, никто не давлеет надо мной. Никто мне не говорит, что мне куда-то надо ехать, я сам себе принадлежу. Мне так нравится больше. Это не приносит денег практически вообще. но зато свобода, это очень важно для меня лично. А можно вдогоночку вопрос? Лично. Ну, как? Да нет, нет, я не знаю, я не знаю. Интересует твое сотрудничество с джаз-паркинг дети. Что ты используешь? Я понимаю, что небольшие имена и так далее, да, но дети впечатляют или нет? Некоторые впечатлили, впечатлили, да. Впечатляют чем? Музыкальностью или нет? Или техникой? Да нет, какая музыкальность и техника там еще. Нет. Что, судя по фотографиям, там, я не знаю, всего, что сделать. Ну, да, я играл недавно, был джаз-паркинг, у нас есть такая организация в Москве, которая делает вокальные всякие мероприятия, и вот они организовали конкурс, вокальный конкурс со всей России, в общем, кто-то, по-моему, даже отсюда, кто-то типа из Челябинска, кто-то, может быть, из Перми, я не помню. Ну, в общем, из разных городов понаехали вокалисты, очень много, вернее, не очень много, а 30 всего прошло на конкурс из 390 или что-то такое, какая-то была цифра, выбрали 30, и кто-то, да, а нас, музыкантов, мы должны были с каждым из них играть. Вот это как раз к вопросу, я надеюсь, Анжела не посмотрит вот этот мастер-класс. Это к вопросу о репетициях, то есть я должен был 4 дня по 6 часов репетировать, ну, потому что все эти почти, там не только, кстати, дети были, были относительно взрослые, там были от 7, от 9, по-моему, лет, до 25, вот так скажем, но были, то есть, довольно взрослые уже, 21-22 года. Поэтому я спрашиваю, по поводу репетиций, вообще впечатлило ли что-то у тебя так, что было? Ну, нет, меня ничто так не впечатлило, меня не может уже, я испорчен уже, к сожалению, меня не может ничего уже впечатлить, так, чтобы вообще, потому что я уже все видел, в принципе, что может впечатлить практически. А вот это плохо вообще, что у нас публика достаточно уголовная, то есть, мы уже привыкли к тому, что мы просто... Ну, я-то не публика, я все равно оцениваю с точки зрения профессионального музыканта. Вот, то есть, еще раз, продолжим мысли. Ну, сейчас можно все посмотреть, можно ехать на Дэннин, еще не-то там, не знаю, в Канаду, во Францию, вот, а можно посмотреть... Не надо в Москву даже, кстати. Иногда в Москву, но на местных ребят, ну, не знаю, на замечательных, Алексей Гравцов, или еще кого-нибудь там, Игната там, уже, ну, такое, что сложно удивиться, удивиться, допустим, местными артистами, местными музыкантами. Ну, вот поэтому местным музыкантам надо стремиться делать так, чтобы они, чтобы удивлять все-таки еще, да, на фоне супермастеров. И они все это делают очень успешно, я считаю. То есть, вот эти имена, которые ты назвал, это самые лучшие ребята у нас, я считаю, одни из. Вот, еще раз, по поводу конкурса. Да, мне приходилось репетировать, нам всем приходилось репетировать, у нас был бэнд большой, два клавишника, я бы на бас-гитаре, гитарист, барабанщик, перкуссионист. Нам нужно было приходить и играть вот эти 30, всего лишь 30 песен, которые я бы сыграл вообще с листа, и мне, в принципе, не нужна была бы ни одна репетиция. Но нужно было 4 дня выделить по 6 часов, потому что большинство конкурсантов не то, что непрофессиональные музыканты или не имеют музыкального образования, а кто-то, большая часть... Слово не имел. Нет, те, кто прошли, они имели слух, слава богу, поэтому, наверное, и прошли. Ну и все-таки они могли петь, многие, но они совершенно не имели никакого опыта, и большинство из них никогда не пело с живыми музыкантами, вообще никогда, то есть ни одного раза в жизни. Естественно, очень многим было страшно, непонятно, это очень сильно отличалось, их можно понять, очень сильно отличалось от того, что они привыкли слышать на своем минусе, с которым они репетировали и учили эти песни. Конечно, мы не играли нота в ноту, под плюс, это, в принципе, не звучало так похоже даже по звуку, потому что другие инструменты, вообще живой звук предполагает всяческие проблемы, заводки и прочие, барабаны громко им были, естественно, там все было громко, себя они не слышали. Ну, то есть, такие моменты, которые никак не избежать, и к которым просто люди привыкают с опытом. Поэтому на каждого такого певца приходилось потратить по часу, мы где-то тратили на одну песню, по часу, по часу 15 пора. Не было такого, кто бы вышел и все, и прям запел, запел? Ну, не, многие из них как бы вышли и запели, мало кто останавливался, но все равно им было некомфортно, и именно для них, для их уверенности мы должны были играть вновь и вновь, то есть мы по 4-5 раз играли песню. Да, это было непросто для меня. То есть, конечно, мне было скучно очень, но тем не менее, да, были певцы очень хорошие. Те, которые впоследствии, наверное, могут многие из них взорвать вообще, то есть потенциал серьезный был у девочек, у некоторых, очень серьезный. Да. Ну вот. Виллиджан все ушел, по-моему. Не, пусть сидит в интернете. Хочется лично просто услышать по поводу образования, музыкального. Ну, насколько оно важно, и... Не, я понимаю, что есть ли, но есть ли, не знаю, может быть, какие-то примеры, там, что вы, что успешных людей в детстве музыкального образования. Абсолютно. Очень много. На Дишанна, Пожалуйста. Никакого музыкального образования. И это ему не мешает. Мой любимый басист, Адриан Феррони, не имеет никакого музыкального образования. Тоже. Все, всему он научился на слуху. Дамин Шмидт, барабанщик, не имеет музыкального образования. Денис Чемберс, мне кажется, тоже его не умеет, потому что я не буду утверждать, я не знаю точно, но я знаю, что он никогда не знал ноты и не читал их. Он все играл на слуху. Полагаю, что образования значит, что у него нет, потому что нельзя получить образование и не узнать ноту. Он их потом, ну, там, типа лет 10 назад или 20 выучил, что-то такое. Поэтому совершенно гораздо более вероятно то, что музыкант может не получиться с музыкальным образованием, чем наоборот. Человек, который стремится... У Федя Досумова, кстати, нет музыкального образования тоже, между прочим. Но он учился, правда, не закончил. Ну, что значит, не закончил? Он проучился год, полтора года. Это не закончил, это вообще он там чуть-чуть зацепил. Из четырех лет не закончил, это когда 3,5, допустим. И Чикарея тоже не стал учиться, по-моему. Да, но он-то образованный. И он, кстати, выгнал Адрина Феррой из-за того, что Адрин не читает ноты. Вот это я точно знаю в этой истории. Непосредственно. Вот Адрину не повезло в этом смысле. А у меня перед ним есть большой козырь, что я читаю хорошо с листа. Ты ответил на вопрос? У меня тут... Я продолжаю на него отвечать постепенно. Вот, то есть, да, еще раз, можно быть супермузыкантом, не имея музыкального образования, и можно быть совершенно, ну, не сложиться как музыкант, даже если у тебя есть музыкальная школа учишь, или даже институт, университет. Вот. Но я все-таки считаю лично, что, конечно, хорошо бы его иметь, потому что это просто... Профессионально. Это ускоряет процесс, совершенно верно. То есть, вот, например, опять же, вот Адрин Ферро, он супер играет, но он не читает с листа, и поэтому Чикукари приходилось с ним его сложнейшие вещи просто очень много времени тратить на то, чтобы высылать ему партии, миди записывать, чтобы он снимал. А такие люди, как бы, уже вообще не ждут. У них поток идет, у них 10 тысяч проектов, и нужно сразу все играть. Я знаю, что в Нью-Йорке, например, мне друзья джазовые музыканты рассказывали, тоже там вообще никто не репетирует. Все просто приходят с нотами со своими, и вот если ты просто не сыграл хоть что-нибудь, то ты уже больше не будешь играть в этом клубе никогда с этими музыкантами. Да, совершенно верно. В этом смысле, я думаю, что этому тоже можно всему научиться самому, то есть не так важны вот эти все заведения, дипломы, и тем более это все так вообще не важно совершенно. Просто это, конечно, помогает и экономит много времени. Но самое главное, безусловно, это ваша личная музыкальность, работа над собой. этому, то есть вот я сегодня только с тобой на эту тему говорил, я считаю, что нельзя научить, можно только научиться. А задача педагога исключительно направить человека. Но научить невозможно никого, никому. Очень важный момент в России. Как ты считаешь, мотивация? Вот при наших условиях, и, по-моему, она отсутствует вообще, и очень редко встретишь музыканта, который тебя замотивирует, а не пошлет. Видишь, что ты еще заемный. Да, я понял. Как ты... Еще тепленький. Это проблема в России? Есть? Да, безусловно, конечно, но это очевидно. Я считаю, что музыкой, тем более в России, могут заниматься только истинные фанатики и не разочароваться в этом. Потому что я бы тем, кто только, скажем, становится на этот путь и до конца не уверен, что ему это настолько нравится, что он не может без этого жить, не рекомендовал бы этим заниматься. Честное слово. Потому что это действительно очень сложно. Очень сложный путь, очень нестабильный и очень изменчивый. Это, конечно, лучше асфальт класть. Это сто процентов. Да, точно. Гораздо и надежнее. Он всегда нужен будет. Посмотрите, какие дороги. Каждый год надо класть новый. А вот... Вот, поэтому... Я хотел бы тебя спросить. Вот ты уже овладел, ну, так, прилично бас-гитарой. Спасибо большое. Все-таки где-то подфанивает, я просто... Ну, ничего. Я поработаю же еще. Вот у тебя нет такого, как бы, желания обладать еще каким-нибудь инструментом? Прямо на мощности? Желание большое, но я понимаю, что я не успею, я не смогу. Потому что всегда с бас-гитарой работаешь. Да, потому что я не настолько талантлив, чтобы обладать еще, там, даже одним еще инструментом. То есть, было время, когда я занимался на контрабасе, но... Но, опять же, это мой выбор. Да, я до сих пор играю на фортепиано, но я никогда не буду это выносить как что-то такое основное, потому что все равно все это осталось. Я на барабанах тоже играю немножко. Ну, как примерно на барабанах, чтобы серьезно научиться играть. Я очень хочу, кстати, но я понимаю, что я не успею, это невозможно для меня. Я не настолько одарен, я считаю, чтобы успеть, потому что есть реально гений, который... Вот Крис Колман, например, знаешь, как он на бас-гитаре играет? Просто нереально вообще. Лучше всех басистов. Он учился. Он учился, да. Верно. Он учился на бас-гитаре. Но как он играет на барабанах? То есть барабан это его основное инструмент. И то есть ему удается сочетать вот на таком уровне эти два инструмента. Я понимаю, что это значит, ты говоришь, я не успею. Вот смотри, вот есть, например, допустим, Бекер, да, или там тоже Чикари, да? Они не играют ведь на барабанах? Ну, они не играют круто на барабанах. Ни Чикари, ни Бекер. А Крис Коуман играет круто на бас-гитаре. Вот на таком уровне я не смогу. У нас просто в Перми все мульти и инструменталисты, поэтому это актуально очень важно. Я понял. Не, я в этом смысле не очень. Тоже придется подтянуться. Да, конечно. Не лучший пример. Ну, я просто перфекционист. То есть я, конечно, мог бы взять очень много инструментов и начать на всех играть. Вот опять же, почему мне очень нравится Надишан. Он действительно добился очень многого на каждом из своих инструментов. Например, как он играет на Варгане, я вообще не слышал, чтобы кто-то так играл. Как он играет, там, плюс он еще комбинирует, он же делает сам инструменты, делает инструменты гибриды из разных, из двух инструментов, из трех инструментов. Вот. Вот это гениальный человек, я считаю, в этом смысле. И действительно играет круто на всем. Очень хорошо. Понятно, что он там не будет на кавале играть так, как лучший кавалист мира. Но очень прилично он играет на каждом и духовом инструменте, и на струнных, и на перкуссии он играет прекрасно. Когда мы первый раз встречались, он перкуссионистом, который с нами играли, показывал на перкуссии, у него лучше получалось, чем у них, а это их основной инструмент. А у него это один из сотен инструментов. Вот это серьезно, я считаю, это круто. Но у меня так, у меня лично так не получается и не получится. Поэтому я все-таки сфокусируюсь на одном и постараюсь добиться в нем больших успехов еще. Вот. Потому что я... Да. По технике игры в правой руке бывает двумя пальцами, тремя. Я даже вижу ты четырьмя пальцами. Нет, вот это, например, если так, то нет. Вот так четырьмя. То есть, как бы про каждую технику игры, то есть, как лучше. Тоже... Дело каждого. Да, это абсолютно дело каждого. Нет такого вообще. Бас-гитара слишком молодой инструмент для того, чтобы сложились какие-то супер традиции игры, как на скрипке, допустим, да. Ему всего 70 лет. Примерно. С 50-х. Когда он там был изобретен. Да. Вот. Поэтому до сих пор просто появляются люди уникальные с какими-то непонятными руками, которые казалось бы, да. Но даже тот же Гарри Виллис. Никто не играет в мире так, как Гарри Виллис. Он играет вообще вот так. Любой бы классический педагог, наверное, сказал бы, вы что, вообще так играть нельзя. У него вся техника построена на этом. Он все глушит. Я вообще так играть не умею. Абсолютно. То есть он играет очень быстро. Вот такая у него. То есть так у него примерно пальцы расположены. Я ничего так сыграть не могу. Но это его. И у него это получается круто. И у него это звучит. То есть нужно играть так, чтобы звучало. Все. Это единственное правило. И единственный момент на всякий случай, об этом наверняка все знают, но я все-таки повторю, потому что я считаю его очень важно. Играть свободно. Ни в коем случае не зажиматься. Вот это единственное правило, которому нужно следовать вообще при игре на любом инструменте. На фортепианах, на барабанах, на бас-гитаре, на чему угодно. Если что-то зажато вот так, вот это лажа. Так нельзя, не должно быть. А в смысле постановки кто-то играет вот так, кто-то вот так, как говорили, кто-то реально вот так, типа как на контрабасе, параллельно струнам. Прям на бас-гитарах так играет. И нормально у них все звучит. Если вам удобно, если хороший звук получается извлекать, почему бы и нет. Поэтому я никогда не запарился на тему техники. Я просто много занимался, только поэтому у меня как бы что-то получается. Я просто-просто очень много играл, но никогда не специально не думал над каждым пальцем. Играл, 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 играл. Четвертый-то вообще используешь или? Вот этот мизинец никогда не вижу смысла его использовать, потому что он слишком слаб. Да, он слишком короткий и слабый. Ну реально, у него даже звук не получается, площадь маленькая у него. У этого пальца всякий звук будет жирнее, у этого слишком острый. Я пробовал, как в самом начале, типа вот так, плюс он очень короткий. Поскольку я, например, играю прямыми пальцами, вот так, и мне повезло физиологически, у многих людей вот этот палец, например, длиннее, чем у меня, средний. А у меня они относительно ровные, поэтому мне, то есть он не сильно вылезает, да? Поэтому мне удобно играть прямыми, вот так вот. Тремя. Поэтому какие-то вещи я играю тремя. Ты потом уже подхватил мода тремя пальцами. Наоборот, я сначала играл тремя, а сейчас я больше играю уже двумя. Вот так получилось. А с кого это началось? Почему тремя решил играть? Нет, с кого началось? Вообще, техника тремя пальцами начали играть. А я, кстати, не знаю, честное слово. Никогда не интересовался. Он с Хангхиком на Фадель играл. Как его зовут? Такой Мулат? С него или нет? Мулат с Хангхиком на Фадель? Беляшин? Нет. а Беляшин вообще, по-моему, четырьмя как раз играет. Вот так вот. он с мизинцем играет. А, да? Вряд ли сниму, мне кажется. Я не берусь. Даже не знаю. Я тоже, конечно, я об этом не думаю. Но можно проанализировать прямо сейчас. Как я вот это делаю? Вот эти дела? Ну, просто я играю так, чтобы ноты звучали одинаково. Какая-то система, где ты берешь правый, где левый и само со временем? Системы никакой не может быть, потому что я играю разные ноты и разные фразы. То есть техника находится под тем, что я играю. Она не доминирует. Поэтому я не могу подстраивать то, что я играю, под технику определенно. Поэтому система быть никакой не может. Все зависит от того, что я играю. То есть нет никаких правил. Я могу сыграть и так. Могу так сыграть. Это зависит от того, что я играю. Я знаю секрет. Ты просто занимаешься по 7-8 часов в сутки. Ну, сейчас уже нет. Ну да, да, в этом весь секрет. Очень такой хитрый секрет. Занимаешься просто часов по 10 каждый день. И нормально потом. Скажем, бывает, что нам нота правая и две левые? Или нет? Да, конечно, бывает. Конечно. У меня много будет. Вот так. Да, много. Вот. Даже так бывает. По три. Ну, конечно же, сейчас я вообще не думаю об этом. О том, сколько нот я сыграл левой рукой. Все зависит от фраз. И сейчас я думаю только о нотах, собственно, которые я буду играть. Но не о том, как я буду играть. Я не думаю, что на эту ноту обязательно мне придется там хаммер он или пулов или там слайд какой-то. То есть о технической стороне я вообще не думаю. То есть то, о чем я говорил, я научился разговаривать и теперь научился соединять слова. И теперь я просто учу больше слов, то есть пополняю свой словарь. Но говорить-то я уже могу. Вот. Поэтому я не думаю про техническую часть сейчас вообще больше. гармонические мысли поговорим про ровную свою ванну. Когда ты импровизируешь. Да. Да, конечно. Обслышишь воды. Да, конечно. Но это очень комплексный вопрос тоже. Расскажи, почему сейчас пришел? Почему развивался? Развивался элементарно, как все. У многих разные концепции по этому поводу. У меня все очень просто в этом смысле. Я просто выучил все лады основные сразу и начал сочинять из них фразы сам. Я не очень много снимал и больше просто слушал и прикидывал, как будет примерно звучать. Ну, то есть то, что я слышал, давало мне направление, в каком направлении развивался и до сих пор дает. Когда я слышу какую-то классную фразу, я не берусь ее сразу снимать ноту в ноту. Я слышу примерно движение мелодии приблизительно. Конечно, я не могу ее сыграть. Здесь особенно сложная фраза сразу, как есть, без разбора. Я и не берусь разбирать. Это просто дает мне идею и вдохновение сочинить что-то свое. Это так я занимаюсь. Многие снимают очень много. Что очень хорошо тоже, на самом деле. Поэтому тут каждый выбирает для себя. Я для себя выбрал просто понять теоретическую сторону и сочинять свое. Могу чуть-чуть рассказать про лады, потому что это тоже очень длинная тема. Ну, просто про принципы того, как я занимался. В миноре, как и многие, я использую очень много дорийского лада. Сначала, конечно же, я выучил его в основном виде. В данном случае в соль мы играем. Можно сыграть, желательно выучить много аппликатур сразу, чтобы не зависеть, чтобы можно было зайти откуда угодно и сыграть его. И так далее. То есть такой вариант или вот такой того же самого, да? Или вот такой или такой и так далее. Вот. Это я всем ученикам своим советую просто сразу разобраться с большим количеством аппликатур и постараться сначала их вызубрить элементарно. Это нормально поначалу, потому что, конечно, не получается сразу импровизировать там и отсюда заходить, оттуда. Сначала надо просто элементарно овладеть вот этими ликами. То есть в данном случае это лики. Просто позиционная игра. Вот. Поэтому я сыграл во всевозможных вариантах этот дарийский лад и играл упражнения вот такие. Какие угодно, да? Там с экстами и так далее. квартами там. Вот. То есть много очень... Прогрессии, короче. Прогрессии все, да. У меня не было системы, чтобы все как с акционисты... Хотя это неправильно, это мое упущение. То есть все варианты. Лучше бы вообще все варианты возможные сыграть, какие только можно. Мне было лень просто этим заниматься. Я выбрал для себя какие-то... Вот. Но больше я просто... То есть сейчас я могу поиграть, допустим, показать бесконечную какую-то линию, ну, длинную, без пауз. Как я вот в дарийском ладу бы сейчас сыграл что-нибудь, да? Просто покажу только чисто соль-дарийский и больше ничего. И ну, подождите. Да, просто давайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я чуть-чуть использовал немножко проходящих нот, типа... Но в основном это все дарийский лад. Вот. Тут очень сложно научить, потому что у каждого своя музыкальность, свое чувство мелодии. И я просто стараюсь играть относительно красиво, как мне кажется, что это красиво. То есть строить какие-то мелодические линии, действительно. Стараться не играть просто голые ноты и доводить до какого-то... Вот это очень сложно объяснить. Все это объясняют и понимают по-разному. чтобы это был как разговор, наверное, да, вот это хороший пример. Я начинаю импровизацию. Конечно, я не буду сразу наваливать, типа... То есть я так точно начинать не буду. Начинается все с малого и постепенно развивается. до риски. Чтобы это... Чтобы они проговаривались, все ноты, чтобы не было булька никакого-то непонятного и чтобы все было во времени, конечно, очень важно. секвенции, вот эти все. Какие угодно. Вот, правильно? Нет. 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 Микс и лидийский лад. Дальше. Что, в принципе, то же самое. Если в то. Ну вот, Субтитры делал DimaTorzok Это я только что сказал, просто то же самое, да, типа до дарийской я начал играть, а тот же домик с религийской Да, да, или, допустим, тот же фармажор, да, один и тот же звукоряд Да Вот, ты вот как вот это принимаешь? Я отдельно, да, я понял, о чем ты говоришь Я каждому аккорду свой лад, то есть у меня нет такого, что типа на второй ступени дарийской, на третьей лакрийской и так далее Вот есть такие еще системы, можно петатонику, допустим, использовать по-разному петатонику Да, да, правильно На какие-то оперированные доминанты, да? Вот, то есть как бы мыслить, ну, получается, ну, не просто тупо как бы играть Как я? Я шучу, да, я понял? Да, ну, просто там как бы получается трехметрное, что ли, пространство Ну, вот у меня очень просто в этом смысле, я понял, о чем ты говоришь Ну, вот, соль, допустим, септаккорд, а ты играешь себе мольную петатонику, да? Ну, вот я не думаю о себе мольной петатонике Я думаю о том, что, я думаю, либо соль-септаккорд, если Да, либо соль-миксель-диски, либо, ну, увеличенный какой-нибудь Типа Я даже не знаю, как он называется, кстати Который с повышенной, с пониженной квинтой То есть вот такой А? Это Lido Mix называется Lido Mix? Вот Прикинь Я не знал, честное слово То есть вот он Ну, допустим, Ре минор гармоний Адрин тоже, кстати Я его спрашивал, как ты играешь вот это Да, не знаю Он нашел себе лады просто, которые звучат круто Сейчас проверим Да, правильно Все правильно Вот, видишь? Вот я об этом не думаю Правильно А я никогда не понимал, зачем так соображать, когда можно Вот такой соль себе представить Чтобы не считать, вот, типа, квинту вниз Вот, ну, опять же, это у всех разный подход Да, да, да У меня он вот такой Я не Я так Я поэтому и не стал вот заниматься такой темой Потому что зачем мне, типа, думать о Ре В миксолидийском В гармоническом миноре На соль Есть лики, которые характерны какому-то человеку Да, я понял Именно вот в миноре, да, я понял все А именно в миноре Понял, да Я понял, о чем ты говоришь У меня тоже такое есть, да, безусловно Да То есть ты бы, типа, начал по-другому, если бы думал про соль Да А так-то Ну да Ну вот, я... Короче, я не думаю об этом вообще Особо Вот, поэтому просто я, да До сих пор придумываю фразы, которые, как мне кажется, звучат красиво Используя определенные лады Уменьшенные всяческие Всякие такие секвенции Ну, это все то, чем занимаются все То есть я ничего нового тут не могу рассказать Просто все по-разному это используют У кого-то красиво звучит, у кого-то не очень У кого-то очень вообще красиво У всех по-разному И вот этому научить невозможно Я только лишь могу объяснить, чем я пользуюсь Для того, чтобы играть так, как я играю И все А, типа, ну, опять же, то, о чем я говорил Можно научиться, но Никто не научит тебя, пока ты сам не начнешь себе раскрывать свой потенциал Ну и пока не будет, конечно, адского желания играть на инструменте Самое главное Очень сильно хотеть Вне зависимости Вопреки всему Вот Всем невзгоду Смотрите, что когда, допустим, идет какая-то последовательность Аккорность такая Мы не функционально, грубо говоря Паникую Быстро аккорды меняются И надо все обыграть Своим звукой рядом Вот Ну, как-то ты Ну, вот как-то внезапно в тебя в такие рамки Стать Это тебе легко будет сделать или нет? Ну, я выкручусь уж всяко, конечно Но нет, если будет очень сложная гармония Конечно, я не такой монстр В импровизации, честно признаюсь Чтобы там То есть это надо Какие-то сложные гармонии Когда нет ничего общего Когда каждый аккорд не относится к другому И когда нет общих гамм Конечно, мне нужно время посмотреть Но понятное дело, что я выкручиваюсь То есть будет нормально звучать Нормально Прокатит Но мне точно не понравится потом Если я это услышу Потому что Есть еще такой момент Когда вы играете полную лажу Это хороший, кстати, совет Нужно делать это очень уверенно обязательно И тогда она проканает Это точно совершенно Это работает на всех Вот Вильмин назывался Это точка зрения А? Вчера было такое? Да, у меня было такое вчера, конечно Никто же, наверное, сильно не заметил Или заметили? Все заметили? Вот вы, наверное, заметили Вы замечаете многое Да, конечно Не, но вчера, на самом деле Не было таких песен Которые были для меня сложными В смысле гармонии Там все очень просто Вот Но даже когда у меня что-то идет не так У меня бывает такое на концертах Не помню, было ли такое вчера Но вот позавчера в Ижевске Определенно было Я уже не за руку поймать хотел вас Я понял Я понял, понял Когда у меня что-то идет не так Я продолжаю, как правило Играть то, что вообще играется Уже не важно Главное это делать с подачей Мощно и напористо И ровно Чтобы не было Типа ты начал лажать И уже Ну такие пробы какие-то начинают Надо прямо ломить Не важно Даже если это не канает Если по гармонии не подходит Я все равно буду играть то, что у меня в пальцах есть Да, например этот Ринг-модулятор К примеру Вообще Да, это Мы с Федей давно еще прикалывали Что это примочка создана Именно для тех случаев Когда не знаешь, как аккорд обыграть Включаешь просто ринг-модулятор И нормально Все канает Не важно, что играть Есть такой, да Какой вопрос Соло Да Не певаешь по себе? Нет Нельзя петь Очень не нравится свой голос Нет, нет У меня такого не бывает Я могу в смысле Но я бы не хотел Чтобы кто-то из вас это услышал Потому что, допустим Виктор Утон тот же говорит Что типа Пробивайте по себя Ну мне это не нужно Я как бы У меня хороший слух И я все это слышу Мне не нужно дополнительно петь В плане плазировки Чтобы если как бы Локальная плазировка Я понял Да, я с ним согласен Но это тоже Это его подход У меня Не обязательно этим заниматься Я считаю Мне нравится его вообще подход К импровизации Как он объясняет Как начинать с малого Вот наверняка Вы смотрели Когда он про блюз рассказывает Как начинает импровизацию С трех нот Используя только три ноты Могу, кстати Если кто-то не видел Это конкретно его идея Но я с ним согласен Я знал это Еще до того Как посмотрел его видео Вот можно опять блюз Двенадцать и тактой взять Он показывает Прямо три ноты Которые вы можете использовать Вот их Их три всего То есть по-разному Обыграть И добавлять патрон Двенадцать и тактой Я не ломлю сразу Кип-гом В одном месте И это будет нормально Это постоянное развитие Кип-гом Было патрон Кип-гом Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 играть, да, вот, сложный, то это как бы, это сложнее, чем, ну, импровизация. Совершенно верно, абсолютно. Или, допустим, когда по форме конкретное произведение, вот с Хачинсоном, да, одна репетиция, и там сложнейшая программа. И надо же все попасть во все точки, все, выучить. Вот это сложно. Сложно, да. Там, наверное, это добавляется, да, все-таки? Добавляется. Добавляется. Волнение? Момент волнения? Ну да, пожалуй. Или повод для волнения? Повод, да, повод, да, наступает некий. Согласен, да. Ну, конечно, когда малой подготовки, да. Хотя вот с Хачинсом меня вообще не волновался что-то в последнее время, последние вот эти два концерта, которые у нас были. Всегда, вот, у Дишаной, кстати, есть песня, может, кто-то знает вот эту, которую я начинаю с аккордов. Ой, видите. Короче, вот эта песня, у нас на нее есть клип. И там я раньше... У Дишана очень специальный подход ко всей своей музыке, очень специальный. И порой он просит играть только так, как хочет он. То есть не дает, как бы, воле особой проявить себя. Что абсолютно нормально, потому что это его проект, то есть это без обид, что у нас происходит. Вот. И он меня просил использовать именно конкретные лады в импровизации. Вот только такие и больше никаких. Я говорю, слушай, ну можно я соло сыграть, как я хочу? Нет, нельзя, я хочу вот, чтобы ты так только сыграл. И я сочинил соло, которое в клипе звучит. Я его именно написал, я не импровизировал там. Потому что я учил все его пожелания, а там их было очень много. И я понял, что я не смогу так импровизировать, чтобы идеально было, чтобы его устроило. В итоге я написал соло, и его оно устроило. И несколько концертов я играл его. Парочку. И я всегда волновался, потому что оно было выучено. И потому что я понимал, что я могу там куда-то не туда заехать, и все полетит вообще, все мое соло. То есть до сих пор у меня это происходит тоже, когда выучено. И в этот раз, в этом туре, я говорю, слушай, да я все-таки буду играть так, как я. Это будет гораздо натуральнее. Я буду играть лучше, более экспрессивно. Я вложу в это гораздо больше души, чем я буду играть те ноты, которые я уже сыграл, которые я написал специально для клипа. Это все-таки другое. Лайф – это другое. Говорят, ну давай. Разрешил мне. Поэтому теперь я играю свое соло и не парюсь вообще. Когда я играю там, где то, что импровизационно, я уже вообще не волнуюсь, потому что очень уверен во всем, что я играю. Потому что все это наиграно многими-многими неделями и месяцами уже. А когда что-то выучено, я могу волноваться. Опять же, потому что нет такой большой практики, как у классических музыкантов, которые меньше волнуются, которые просто всегда играют выученные ноты постоянно. У них другого варианта нет. Они такие музыканты. В общем, у всех все по-разному. Это можно ко всему отнести. И к волнению, и вообще к игре на инструменте, к подходу к импровизации. И так далее. Какой, наверное, финальный вопрос? Все объясняют по-своему. Что такое глупость? Вот мне надо, кстати, честно говоря, когда-нибудь выучить просто ответ на этот вопрос, определение, вывести его и тупо цитируют. Потому что я каждый раз в ступоре. Да, где Валерия и Степан это объясняют. А, клево, кстати. Да, он вообще с другой стороны. Вот это по поводу того, что Валера, я видел, да, мне нравится, но это его ощущение. Что если ты занимаешься там своим делом и так далее. Да, я считаю, что это все, честно говоря, не очень относится к теме. То есть я думаю, Валера не обидится. Я ему потом даже покажу эту часть мастер-класса. Мы очень дружим с Валерой сильно. Это все настолько индивидуально. И вот эти вот всякие образные сравнения. Вот у меня есть друг, у которого очень сильно развито образное мышление. Например, у меня оно вообще не развито. Я не считаю, что это плохо. В смысле, для меня музыка — это отдельный мир. Отдельная сфера совершенно. Я никак не привязываю музыку к шуму волн, к пению соловьев, к трафику. Вот так святого внутри нет? Вообще нет такого. Вообще абсолютно нет. Вот кто-то считает, что это даже, может, ограничено как-то. Но я не считаю... То есть до тех пор, пока мне это не мешает в музыке, и пока у меня получается извлекать нормальные звуки, которые нравятся мне и людям, я не считаю, что... Ну, то есть ничего страшного. У всех свой подход. У кого-то вот он такой. Вот у меня есть друг, который мне говорит, сыграй мне белый лист бумаги. Чего? Я говорю, а сыграй мне теперь... будильник или что-то такое. Просто какие-то слова. Я говорю, слушай, Влад, сыграй сам, пожалуйста. Я говорю, сыграй. Вот мне интересно, как у тебя лист бумаги прозвучит сейчас. И он начинает играть. Сейчас я объясню, к чему я веду все это. И он начинает играть. Да, красиво звучит, потому что он хорошо играет. А сыграй мне теперь вот это. То, что ты просил только что меня сыграть. Прямочку гитарную сыграй. Или там, я не знаю, жалюзи сыграй мне. Или что угодно, я не знаю, предмет какой-нибудь. Шнур мне сыграй. Кейбл. Вот, и он играет тоже. И он играет то, что... Ой, слушай, а я про тебя много сейчас рассказывал. Это Надишана, между прочим. Это виновник того, что я сегодня здесь вещаю для вас. Вот, и это все... И, кстати, вот у Надишана, мне кажется, очень развито образное мышление. Правильно я говорю? В музыке. Я имею в виду в музыке. То есть, соотносишь ли ты... Музыку и пространство? Музыку и пространство, да, вот эти все дела. По-моему, да, насколько я понял. Ну, вероятно, ты прав, но я не могу 100%. Ну, короче, вот у меня был друг, я сейчас только что рассказал, который меня попросил сыграть лист бумаги, например. У тебя вот есть такая тема? О, слава богу, спасибо. То есть, так радикально не... Можешь не бояться. Вот, ну и, короче, вот он мне сыграл лист бумаги, потом гитарный шнур и так далее. И то, что он играет, это просто то, что он играет. Вот и все. А для себя он объясняет это тем, что он играет вот то, о чем он, типа, меня попросил, да? Я имею в виду, у каждого есть свои штампы, свои наработки, свое композиторское мышление, свое импровизационное мышление. И каждый имеет свое лицо. Ну, многие. Кто-то не имеет свое лицо, безусловно. Те, кто копирует. Вот. Но я не могу сыграть так, как я не играю. Поэтому даже если меня попросят сыграть лист бумаги, я сыграю его так, как сыграю его я. И это не значит, что я... Очень сложная, короче, цепочка получается. Это не значит, что я играю так, именно потому что думаю о листе бумаги. Просто я могу сказать об этом. И кто-то искренне верит, что вот эти люди с таким мышлением, то есть для них это работает, и это нормально. Но вот я не такой человек, например, поэтому я совершенно не соотношу вот это все. Для меня музыка — это отдельная история абсолютно. для нас успокоил, потому что на многих музыкальных форумах ищут коричневые ноты. Я знаю, что только не ищут там на форумах. Там я не знаю, кто там вообще. Я просто поражаюсь порой. Но это отдельная тоже. Когда я читаю комментарии, ищут сравнения. Мне нравится, когда меня с Детер Лу сравнивают. Это известный уже прикол в интернете. Или мне напомнило тоже? Да, обязательно. Да, по поводу напомнило. Очень, сейчас конкретно отвечу и очень быстро. Обычно люди сравнивают именно те, которые слышали всего два артиста в жизни. Или два с половиной артиста. Только они сравнивают. Нормальные музыканты никогда не сравнивают с другими музыкантами. Потому что музыки настолько много. И те, кто сравнивают, допустим, о, там кто-то мне сказал и про Impact Fuse. Ой, я слышу влияние King Crimson. Че? Какой King Crimson? При чем здесь вообще? А суть в том, что он просто реально знает только King Crimson. И, конечно же, что-то похоже. Ну, то есть перегруженная гитара есть. Да? Значит, уже на King Crimson, в принципе, похоже. Уже можно сравнить. Вот. А тот, кто слышал Yes, будет сравнивать с Yes. Вот и все. Ну, то есть это настолько... А тот, кто знает реально, там сотни музыкантов, тысячи музыкантов никогда этим не будет. Ну, и, в принципе, сравнениями никто заниматься не будет. Я очень не люблю сравнения, честное слово. И Валера их ненавидит просто. И он вообще очень едко там комментирует. Мы устебемся уже. А разве, типа, вам не кажется, что на Dirty Loops похоже? Да, у вас, кстати, последняя даже баллада-то ваша. Да, я уже написал. Не, это Dirty Loops, чуваки, на самом деле. Я, кстати, лайков собрал нормально. 25, что ли, в своем комментарии. Ну, это детский сад все, конечно. Отключение, а то же отключение читать. Вот. На Дишане очень нравится читать всякие, да. Вообще. Настроение себе поднимает. Ну, можно закругляться, наверное, да? Или вы хотите еще послушать истории? Ну... А, давай. Волишь замотивировать, как-нибудь? Замотивировать? Нет. Как я могу? Я своим примером не могу замотивировать. У меня нет дома даже, собственно. Как я могу замотивировать? Я снимаю везде все. Выдайте напоследок что-нибудь. Да, выдать... Нет, по поводу мотивации еще раз. Я очень желаю всем, конечно же, заниматься музыкой. Потому что это очень прекрасно. И это очень одухотворяет и окрыляет и все такое. Но только в том случае, когда вы действительно чувствуете себе потребность жизненно необходимую ею заниматься. Потому что когда ее нет, лучше реально не строить себе грандиозных планов и оставить это как хобби просто для души. И это абсолютно нормально. Это даже клево, я считаю. Но не возлагать огромных надежд, если вы не чувствуете, что это именно жизненно необходимая для вас вещь. Потому что для меня она жизненно необходимая. Я не могу без нее жить. Именно жить не могу. Я чахну без нее. Поэтому у меня нет варианта. И мне не важно, что у меня бывают сложные периоды без денег. У меня не бывают. Совершенно спокойно. Бывают с деньгами. А бывают вообще просто беспросветная жопа. Такое тоже бывает. И ничего страшного. Конечно, иногда это огорчает. Но в целом я все равно счастлив внутри. Потому что я занимаюсь тем, что я очень люблю. Это самое главное. Найти то, что ты любишь в жизни. Поэтому каждый должен сделать выбор сам для себя. Но я очень одобряю, когда люди музыкой занимаются в любом случае. Ладно. Сейчас мы что-нибудь сыграем напоследок для вас. Вот, кстати, ты про время спрашивал, да? Вот сейчас я покажу немножко заодно, как можно играть не только с барабанами, а как бы вокруг. Особенно в медленных темпах это очень наглядно можно продемонстрировать. И это очень звучит классно в медленных темпах. Мне очень нравится. Вот это ровно. Это просто шаттл. Да? Но я бы в таких вот вариантах играл бы что-нибудь такое. То есть прямо запалзывание. Скоро. Толочки. Так who holdк. Ну, не знаю. Como есть urgency. Как же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я делаю всякие неровности, я все равно потом прихожу куда-то. Вот что важно. Допустим, я могу играть. Но внутри у меня сидит этот пульс. Он всегда внутри сидит. Что бы я ни играл, я все равно приду в какую-то долю. И это не будет звучать, что я облажался. То есть я буду конкретно знать, куда, где я нахожусь. Допустим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не очень получилось, кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас получилось. Тоже в слэпе можно играть не только триволи или шестнадцатые, а можно свободно тоже я могу играть. То есть свободно вообще, но приходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА